То, что помогает в целом организму работать лучше, это антиоксидант, это две капсулки омега-3 рыбий жир и одна капсулка мультивитаминов и минералов для женщин. В LMSP у нас есть и мужской, и женский. Практически одинаково по составу отличается тем, что в мужской LMSP входит больше минералов, необходимых для мужчин, для выносливости, а в женский больше входит железо, полевой кислоты, не то, что в целом женщине нужно для женского здоровья. Больше, чем мужчине. Это продукт, который я употребляю уже 4 года. Практически каждый день врач сказал, что перерывы делать можно один раз в год на месяц. Почему так часто употребляю? Потому что специалисты говорят, что мы не питаемся курсами, что наши клеточки точно так же, как и мы, хотят кушать и не весной и осенью, а каждый день. Поэтому вот этим фактором я не пренебрегаю. Мне это сказал ни один мой врач, ни один специалист, поэтому я им склонна доверять. Я употребляю этот продукт и могу сказать, что разница, конечно же, ощутима по сравнению с тем, что было раньше. Ну, таблетка, к счастью, все болячки у вас, конечно, не пройдут. Но, во всяком случае, у вас будет больше энергии, больше сил, больше выносливости. И вот сейчас вы знаете, что где-то объявляют уже эпидемию гриппа, где-то еще делают вид, что вроде бы как все хорошо. Наверняка, если вы выходили на улицу, то видели людей, которые играют в хирургах, как я говорю, в масках, которые боятся заразиться. Ну, в целом, если вы пьете Wellness Pack и следите за своим здоровьем, то вероятность того, что вы заразитесь, снижается в разы. Поэтому всем здоровья, укрепляйте здоровье, берегите себя, это очень важно. Следующий продукт – это масло для волос разглаживающее. С этим продуктом знакомо давно. В целом, да, моя мама, обладательница роскошных длинных вьющихся волос, и она всегда использовала для выпрямления волос репейное масло. Если кто-то пользовался когда-то, наверное, знаете, что это страшно вонючая, липкая штука, жижа, назовем это так, которая, конечно же, питает волосы, выпрямляет, но после нее просто и в ванну зайти очень страшно, ну и в целом запашок такой стоит неприятный. Конечно, это все натурально, но пользоваться этим очень неприятненько. А наше масло прекрасно тем, что первое, самое для меня, например, важное, то, что пахнет шикарно, пахнет очень приятно, пользуется приятно. Второй момент, который мне нравится именно в этом продукте, в том, что у него есть дозатор. Не надо никуда пальцами лазить, аккуратненько выдавили, аккуратненько нанесли, много не надо. Экосистенция, естественно, свинистая, густая, хватает очень надолго, поэтому вот радости моей нет предела, потому что еще огромный плюс, что после нанесения этого масла волосы не видят какими-то салями на неделю, то есть не утяжеляют волосы. Шикарный продукт, советую к использованию визуально. У вас просто волосы были такие более увлажненные и как будто вот вы только что вышли из салона. Такие они более ухоженные, более блестящие. Ну, в целом, если вы попробуете хотя бы один раз, вы увидите разницу. Пробуйте на здоровье, мне этот продукт очень нравится. Рядышком с ним находится такая вот щеточка. Те, кто пользуется, знают. Те, кто не пользуется, я думаю, что начнет пользоваться и разделит со мной радость от использования этой щеточки. Это аппарат для очищения кожи Skin Pro. Он прекрасен тем, что он небольшой в размерах, его можно всегда брать с собой. Он очень функциональный. Он прекрасен еще тем, что вот эти вот насадочки, щеточки, их можно менять. К ним продаются запасные. То есть вы купили один раз, потратились на целых тысячу рублей. Можно купить за тысячу, используя акции компании. И, собственно, прослужит вам всю жизнь. Батарейки только меняете. Я использую это даже в душе. Все герметично закрыто. Две скорости. Он нужен для того, чтобы глубоко очистить кожу. Для того, чтобы снять роговершие частички. Для того, чтобы в целом убрать все ненужное. И кожа ваша дышала, чтобы она дышала по-новому. Для того, чтобы она была чистенькая. Используйте один раз в день. Если вы будете это делать регулярно, то я уверяю, что через месяц необходимость в использовании скраба подширющих слез для лица у вас исчезнет. Следующий продукт. Да, это мицеллярный очищающий лосьон справа в углу. Тоже удобная штука. Не всегда хочется носить гели для лица, чистить лицо, долго умывать, натирать или что-то еще. Очень удобная штука. Особенно с собой можно брать путешествие. Мицеллярный очищающий лосьон. Что это такое? Это как когда-то в молодости наших мам, бабушек огуречный лосьон. Только это более модернизированная версия. Пахнет прекрасно. Никакого спирта, никаких химических обувших не содержит. Это лосьон, который внутри содержит нецеловые частички, которые очень хорошо между собой притягивают все ненужное, вот эту вот всю грязь. И нанося на ватную диску и протирая лицо, вы просто увидите, хотя с виду кажется, что вроде бы все чистенько, спал дома на чистых простынях, на чистой наволочке, но кожа работает, кожа работает без остановки. Поэтому вы увидите на ватном диске продукт кожи земледеленности. Мицеллярный очищающий лосьон работает шикарно. Он работает как средство в водном и как очищение, как тонизирование. Мне очень нравится. И очень, кстати, надолго хватает, там большой объем. Следующий продукт это тушь 5 в 1. Я смотрю девушек здесь, представительницы прекрасного пола, большее количество сегодня на вебинаре. Я думаю, что тушь это стратегический наш продукт. 5 в 1 это самая популярная, самая подаваемая тушь. И она прекрасна тем, что даже обладательница таких вот ресниц, коротких и прямых, как это в моем случае, то тушь она просто такая палочка-выручалочка. Она и подкрутит, она и разделит, она и не осыпется в нужный момент. И самое главное для меня, я ношу контактные линзы, что никакой аллергической реакции, покраснение, почесание и так далее, ничего такого нет. То есть она по праву считается гипоаллергенной, формула отличная. И есть такие у меня клиенты, которые один раз подсели, как говорится, на этот тушь по-хорошему подсели. И они заказывают только ее, вне зависимости от стоимости ее в каталоге, если у меня скидка или нет. На самом деле продукт очень качественный и, кстати, один из самых продаваемых. Рядом с ним находится такая вот баночка, вкусная, аппетитная. Она даже с виду, на мой взгляд, аппетитная, даже не понюхал ее содержимое. Это импирный скраб для тела из серии шведский спа-салон. Нравится он мне тем, что он выполняет свою работу на ура, отшелушивает прекрасно. Для меня огромный плюс. Ну, конечно же, это аромат. Ну и второй, после аромата огромный плюс в том, что в состав этого скраба входит масло. И когда вы пользуетесь этим скрабом после нанесения, не нужно никаких масел, никаких кремов наносить на тело, потому что кожа мастерка будет увлажненная, насколько она будет пропитана вот этим вот маслом, что вы эффект, конечно же, почувствуете сразу. Продукт этот не имеет пола, то есть это не обязательно для девочек, этим могут пользоваться и мальчики. Я знаю, что у мальчиков есть особенность, они любят много-много баночек. Они любят так, чтобы было поменьше баночек, но по делу, как говорится. Это как раз тот вариант, когда вы можете поухаживать за собой, потому что, в принципе, ухоженное лицо, ухоженное тело – это тренд, который не имеет женского пола. И быть ухоженным – это просто сейчас модно для всех. Ну и последняя такая баночка, новиночка, вкусняшечка, назову это так, по-другому не могу назвать. Это гель для душа с лимоном и нивербеной. Немножечко числоватый такой вот аромат, не сладкий, не притерный. Мне очень нравится тем, что здесь есть дозатор. Вот не знаю, почему, наверное, вот я такой фанат дозаторов стала. Не надо лазить, не надо открывать, выдавливать куда-то. То есть аккуратненько нажал – все, нужное количество тебе выдвинулось. Нужно еще нажмить на кнопку еще раз, получишь результат. Это очень удобно, в ванной стоит. Шикарный аромат, пусть у него такой посредкусий остается. Даже когда выходишь из ванной, он будет такой вот шлейф, остается после какой-то парфюмерной воды. Прекрасно справляет свои функции. Те, кто пробовал, знают. Есть еще из этой серии розы и сандал. Там аромат более насыщенный, поэтому если вы любите такие поспокойнее, то, собственно, лимон и нивербена в этой же серии еще и жидко-молы для рук и лосьон. Мне очень нравится, очень вкусно. И еще один плюс в том, что текстура у этого геля достаточно густая. То есть в целом будет очень экономичное расходование, потому что одного нажателя достаточно. Поэтому будет очень долго вам служить одна такая вот бутылочка. Ну и я рассказала вам о любви к продуктам этой компании, о любви, о любовь к партнерству с этой компанией, о любовь к бизнесу с этой компанией. Мне привел вот этот вот человек. Это мой спонсор, Елизавета Огнева Бриллиантова, директор компании «Реклейн». Ну, как сказать, спонсор. Тот человек, который меня пригласил когда-то сюда, его уже давно-давно нет в «Реклейн», так сложились обстоятельства. Тот человек, который пригласил того человека, которого уже нет давно в «Реклейн», ушел в декрет и был занят своими делами, поэтому, собственно, тоже на мои вопросы не всегда была возможность ответить. И вот, собственно, я пошла выше-выше-выше-выше-выше. И вот таким образом Бриллиантова, директор, я все-таки называю ее своим спонсором. Пусть она и вышестоящий спонсор, но я хочу сказать большое, огромное человеческое спасибо за то, что когда-то она открыла дверь, про которую мало кто знает, кто-то догадывается, но она мне показала это все изнутри, и буду пожизненно благодарна за то, что она для меня сделала низкий такой поклон, огромная человеческая благодарность. Ну, как вы понимаете, так было не всегда, чеки, но в руках держали не всегда. Когда-то я была, вернее, я не всегда была зватым директором, вообще директором компании «Реклейн». С компанией я сотрудничаю давно, но не в том ключе, в котором вы сейчас меня увидите. Я по образованию, я живую работаю в городе Москва, также здесь родилась и отучилась. Ну, все как у всех в целом, семья простых советских инженеров. Родители всегда говорили, что надо хорошо учиться, чтобы получить хорошую работу, чтобы потом в перспективе получить хороший зарплату, так далее, так далее. Здесь вот на фото справа я получаю диплом, это 2000, по-моему, да, 2008 год. Я окончила Московский государственный университет в Печате. Диплом я получила, кстати, вот с тех пор, вот один раз в отделе кадров показала, и с тех пор вот именно лежит на полочке, недавно нашла, и сколько лет прошло, я думаю, ничего себе, это ж мой диплом. Ну, вот корочка такая нужна. Моя бабушка, которая прошла всю войну, всегда показывала, вот так вот ладошка, говорю, даже я вот с такой вот корочкой размером ладошку прошла всю войну. Поэтому учиться надо, естественно. Здесь вопрос не стоял, я отучилась, далее я работала по специальности, вернее, даже во время учебы я работала по специальности. Я работала на производстве в типографии, я работала в издательстве, я даже писала статьи в книжные отраслевые журналы. То есть мне всегда нравились книги, у меня мама всю жизнь занималась книгами, и я пошла по ее стопам, я такой фанат книг, те, кто был у меня дома, они знают, что у меня дома огромное количество книг, везде, в коридоре, в комнате, абсолютно везде, и это не значит, что я с утра до вечера сижу читаю книги. Мне просто... Вот эти вот многие книги, они даже мне не прочитаны, но мне важно, чтобы они лежали на полочке. Вот, да, есть такие люди, типа меня, таких может быть мало, но тем не менее. То есть в целом все было хорошо, да, все как у всех. Окончила университет, вышла замуж, все как у всех. Работа, дом с 9 до 6. Вот здесь на этой фотографии как раз то время, когда я пришла в компанию. Здесь я заканчивала школу, 2001 год. Я пришла в компанию на экономию. Я знала, что если есть продукты в каталоге, если их предлагают, значит где-то это берут дешевле на складе. Я очень хотела экономить, вернее как. И сейчас мне нечего было экономить, потому что денег не было. Я была 17-летним школьником, у которого, собственно, дохода своего не было. И я пришла, зарегистрировалась в компанию для того, чтобы просто кому-то, может быть, где-то показать каталог, и вот на эту разницу купить себе там то, что мне очень сильно хотелось. Но на что было стыдно просить у мамы денег, потому что так сложились обстоятельства, что родители разошлись, когда они были датные, еще маленькие, и мама двоих детей нас поднимала одна. Все как у всех. Работа дома и Арифлейм, это был такой вот фон. Никогда не думала, что в Арифлейм можно зарабатывать большие деньги. Всегда знала, что есть такие люди, как Лиза, которые больше нигде не работают, кроме Арифлейм. Но никогда себя не ассоциировала с таким человеком, который мог бы в этой компании что-то зарабатывать. Всю жизнь мне прививалась такая идея, что я занимаюсь очень благородным делом, я занимаюсь книгами, и, собственно, продажа косметики – это то, что может предложить эта компания. Собственно, может быть, это для кого-то, но это не для нас, это не для нашей семьи, это не высокого ума дела. Всегда был такой стереотип, и я могу сейчас, конечно же, сказать, что этот стереотип больше был навязанный, и на сегодняшний день с этим стереотипом мы провели хорошую такую работу. Огромная человеческая благодарность моему спонсору, еще раз скажу об этом, потому что 10 лет я покупала продукцию для себя, для своей семьи, я экономила. 10 лет я думала, что я, знаете, как получу диплом, я буду миллионы зарабатывать. 10 лет у меня потом, вот в эти 10 лет, да, у меня было очень много иллюзий в том, что моя отрасль будет развиваться, в том, что у меня все вот прям как снежный ком будет расти, расти, расти. Но на самом деле через 10 лет я поняла, что нифига так не работает, что по сути у меня есть все, у меня есть зарплата, у меня есть должность, у меня все хорошо, но у меня нет одного, у меня нет перспективы, у меня нет будущего. То есть это вот работа-дом, и в какой-то Новый год ты понимаешь, что ой, а что это такое, ой, это еще один год пролетело, они здесь часто пролетают. То есть у тебя есть все, кроме перспективы, то есть ты куда-то идешь, не знаешь куда. Вот оно как-то понакатывается, тебе говорят, что надо делать, ты приходишь на работу, ты делаешь, что тебе говорят, и так проходит день за днем, так проходит месяца, и, собственно, ну, такой вот день сурка. И когда мне надоел вот этот вот день сурка, когда возникли такие вопросы, на которые ответы я уже не могла найти, я обратилась к моему теперь уже спонсору, наставнику, тогда еще просто знакомой девушке. Я когда прижала вот их заказы, я видела, что у меня это она, я видела, что они уже приезжают на джипах, что они живут в центре Москвы, но я как ездила на метро, так и ездила, я как жила с мамой, так и жила. Я поняла, что у людей одна компания, один каталог, одни те же возможности для всех, но у кого-то жизнь меняется, у меня она не меняется. И, ну, в общем-то, это было такое перезанятие, чтобы переодать, перекантоваться, там, до зарплаты. Поэтому я подошла и спросила, что же вы такого делаете здесь, чего не знаю я, чего не делаю я, почему у нас вот так вот, почему жизнь-то у нас такая разная. Собственно, вот на этом началось самое интересное. Мне рассказали про то, что делать совершенно простые действия, здесь можно очень хорошо состояться. Я начала потихонечку делать, у всех 24 часа в суток. Как вы понимаете, работа на обычной работе, это 8 часов, да, рабочий день, плюс, ну, там, час туда, час обратно. Москва – это очень большой год, растения достаточно больших, в очень случае час. Итого 10-11 часов затрачивая 24 на работу, такого свободного времени остается достаточно мало. Но, тем не менее, вот это вот количество мало свободного времени я инвестировала не в гулянки, я инвестировала это в сотрудничество с нашей компанией, сотрудничество теперь с нашим проектом. И, совмещаясь с обычной работой, я вышла на уровень 15%, в моем взоре 15%, и, собственно, выйдя уже на следующую ступенечку, на 18%, я успокоился бы уволилась с работы, потому что моя зарплата на работе была 30 тысяч рублей, и менеджер 18% ориентировочно где-то около этой суммы получает. И я поняла, что, собственно, здесь я за 2 часа могу получить эти 30 тысяч, а здесь мне приходится по 40 часов в неделю работать. Поэтому, как вы понимаете, выбор был мой очевиден. Я уволилась на 18% с работы, когда я уходила, когда я забирала свою трудовую книжку, надо мной смеялись, мне в открытую крутили пальцем у виска и говорили, что я ненормальная, что здесь меня зазомбировали, что я оставляю стабильную, хорошую, нормальную жизнь, ради непонятного вообще чего, что я всю жизнь буду бегать с каталогами. То есть у меня было очень много таких, знаете, доброжелателей, которые пророчили мне мою так называемую будущую жизнь, рассказывали, что через 2-3 месяца я пожалею, приду, буду проситься, чтобы меня взяли обратно, но, ну, собственно, никто уже не возьмет. Слава Богу, что так не произошло. Я очень рада, что я сделала этот выбор. Я очень благодарна тем людям, которые поспособствовали этому выбору. Как вы видите, через результат, мне заставило себя ждать. Буквально через маленький, пронизу так времени, я уже на банкете директоров, гостином, дворец. Меня поздравляет закрытие названия директора. Я здесь держу чек в тысячу долларов. Ну, естественно, потом уже был старший директор, это уже выплата в полторы тысячи долларов. Ну, и на сегодняшний день это была директор выплата в две тысячи долларов. Ну, а как вы понимаете, деньги не ради денег, есть вещи, которые за деньги не купишь, а именно это отношения. То отношение, которое я получаю здесь в партнерстве, оно, конечно же, ни с чем не сравнится. У меня есть опыт работы по специальности в обслуживании. Я поработала 11 лет. У меня есть с чем сравнить. И я могу сказать, что такого уважительного партнерского отношения за 11 лет я не видела ни в одном месте, где я работала. За ту работу, которую я в любом случае выполняла, мне подарили, компания подарила iPhone. Потом была какая-то акция, я уже даже не помню, какая, мне компания подарила планшет. А потом так было понакатно-понакатно, я уже не стала выкладывать сюда все фотографии, потому что, как вы понимаете, количество подарков просто безумное, начиная от бытовой техники, пылесосов, телевизоров и так далее, заканчивая уже электроникой. И, собственно, все выкладывать сюда просто по времени не было и по пространству не было. Но, тем не менее, это такие вещи, которые, знаете, мне было получить приятно, потому что за свои деньги, телефон за 30-40 тысяч рублей я бы не купила никогда, потому что, как вы понимаете, за эти деньги я работала месяц. Для того, чтобы купить такой телефон и такой планшет, мне надо было как минимум полгода откладывать, а то и год в кубышечку для того, чтобы позволить себе это купить. Возможности у меня такой не было. Справа на фото я, это моя лука, я сижу в своем автомобиле, куплено мне кредит, мне на деньги мужа, брата или кого-то еще. Это машина купленная на деньги, заработанная в реке. Мне это нравится. Мне нравится ощущение того, что я могу пользоваться этими облагами. За 11 лет работы своей на обычной работе я даже не скопила, в общем-то, ничего. Когда я уходила, получив свою трудовую книжку на руки, я поняла, что за это время у людей очень круто поменялось жилье. Они купили квартиры, машины, прочие какие-то блага. Ездят отдыхать с семьей, за границу. У меня такой возможности не было. И тут я начала задаваться вопросом, почему другие это получают, почему не получаю я, чем я хуже, почему я это не могу. Все такие вот вопросы, такие вот поиски, они меня привели, конечно же, на каждый вопрос есть ответ. И вот эти вот ответы, они меня уже привели к тому, как я живу сейчас, что я имею на сегодняшний день. И я могу сказать, что мне сейчас вот в этом состоянии находиться очень нравится. Златым директорам быть хорошо, а бриллиантным директорам спектакля быть еще лучше. Но мы к этому идем. Все планомерно, все не бывает сразу. Ну и, соответственно, партнерство с этой компанией осуществляются не только такие мелкие мечты, да, там, как купить свои сапоги, пуховик. Вы, конечно, может быть, сейчас и будете смеяться, но когда-то в списке своих желаний, в списке своих мечт я писала такие вещи, как купить кожаные сапоги. Потому что не было возможности сразу сходить в любой магазин и купить себе сапоги, которые тебе нравятся. Сначала смотришь на ценник и покупаешь то, что ты можешь себе позволить. Сейчас немножечко, конечно же, эта ситуация потихонечку-потихонечку, но она изменилась в таком корне, что вопрос уже не стоит. И вот оно, вот казалось бы, так по чуть-чуть маленькими шажочками, но на самом деле каждый маленький шажочек приближает вас к вашим мечтам, к вашим целям, которые, естественно, они есть. Может быть, они у вас где-то очень, знаете, глубоко. Иногда я у людей спрашиваю, о чем ты мечтаешь. Они говорят, ой, я не знаю, о чем мечтаю. Я чуть-чуть как-то об этом глобально не задумывался. Мы об этом, естественно, каждый день глобально не думаем. Но наверняка у вас в голове, даже сейчас, пока я что-то, пока я рассказываю, показываю вам слайды, что-то у вас уже в голове наверняка такое всплывает. Ой, было бы неплохо, и вот это я бы тоже хотел. Знаете, записывайте такие вещи, какие-нибудь смешные, на первый взгляд, они не казались. Потому что сейчас, находя какие-то старые записи, где у меня написано «купить пупои, купить сапоги», мне, собственно, немножечко смешно и немножечко даже грустно о том, какой жизнью я жила до сотрудничества с этой компанией, какой жизнью я жила до сотрудничества с этим проектом. И, конечно же, мне становится хорошо, но я приняла правильное решение, что я в правильном месте, в правильное время. Вот такие вот еще мечты сбывает компания. В прошедшем году мы были на золотой конференции Валентины, Испания. Съездить в путешествие за счет компаний, где ты просто отдаешь паспорт, и для тебя компания шуршит, делает все, даже в минус шенгенский. Вы знаете, как минимум приятно. Лететь авиакомпанией Ли-Дуганзе, где сервис европейского и мирового уровня, это безусловно приятно. Я могу сказать, что и свои деньги может, как говорится, есть в его дурак. А вот за деньги компании, как говорится, еще надо постараться. Но есть ради чего стараться. У нас очень большая карьерная такая вот лестница, выглядит там таким образом. И здесь, когда я делаю слайд, я даже поняла, что, собственно, на один слайд она по-человечески не вмещается, потому что вот эти чеки в тысячах долларов, их очень плохо видно. Это, на самом деле, большой плюс, потому что потолка, как вы понимаете, нет. То есть тысячи, две, три тысячи долларов – это совершенно не предел. Вот так вот, если глобально посмотреть на эту лестницу, то это, по большому счету, только начало. Чеков таких очень много. Все это реально смогла сделать я, сможете сделать себе. Таким образом мы предлагаем вам это осуществить. Мы представляем проект, бизнес на раз, два, три. Участие в нашем проекте очень простое. Никаких миллиардов вкладывать не надо. Не надо бросать силы для того, чтобы развиваться в нашем проекте. Все можно делать параллельно, как бы это сейчас абсолютно не звучало. Наш бизнес совершенно прост, потому что мы вам даем все алгоритмы, все шаблоны, все инструменты для развития вашего бизнеса в нашем проекте. Наш бизнес очень прибыльный, потому что на сегодняшний день партнерство с компанией Reflame – это самое лучшее предложение на рынке, прямых продаж. Ну и, безусловно, сотрудничество и партнерство очень прибыльное, потому что выплаты премии сохранились в условных единицах долларов. То есть, когда я закрывала директора, это был курс 1 доллар 30 рублей, я получила 30 тысяч рублей на свой расчетный счет. На сегодняшний день даже просто директора закрыть, как вы понимаете, выгоден почти в три раза, потому что курс, если я не ошибаюсь, сегодня был уже 80 рублей за 1 доллар. Что же такое интернет-пайк? Почему именно интернет мы взяли за основу? Ну, естественно, как вы понимаете, у всех людей 24 часа в сутку, в 25-й час добавить мы физически не можем, и наши ресурсы и временные, и физические, в общем-то, они ограничены. Интернет уже на сегодняшний день плотно вошел в нашу жизнь. Ну, это не какое-то, знаете, такое отдаленное будущее, когда там корабли будут бороздить просторы нашей Вселенной, это уже то, что происходит сегодня, то, что происходит сейчас. Вот здесь небольшая статистика по социальным сетям, как вы можете увидеть и убедиться в том, что 204 миллиона писем отправляется по e-mail каждую минуту. То есть это какие-то такие цифры, которые даже, мне кажется, попробовать невозможно. Я гуманитарий, мне с цифрами в целом, в них надо въезжать. А вот здесь это какие-то, на мой взгляд, какие-то баснословные, такие астрономические цифры. Но это все к чему? Это все к тому, что это открывает для нас с вами огромные горизонты, огромные возможности, которыми, собственно, на сегодняшний день просто грех не воспользоваться. И почему наш проект сотрудничает именно с компанией Reflame? Потому что наверняка у вас или ваших знакомых возникают такие вопросы, почему именно компания? Потому что компаний сейчас, как вы понимаете, на рынке очень много, и все предлагают свои возможности. Но почему именно Reflame выбрали мы в нашем проекте для сотрудничества, для партнерства? Во-первых, Reflame – это продукция естественного потребления. Никого не надо убеждать. Мыть руки, чистить зубы, мыть голову. С нами, без нас, с Reflame, без Reflame все равно это делаете. Независимо от пола, возраста, национальности, географического местоположения. Это огромный плюс, потому что это абсолютно естественный процесс. Компания Reflame – член Ассоциации прямых продаж. Более того, это старший член. Вы можете зайти на сайт Ассоциации прямых продаж, посмотреть рейтинг компании, посмотреть, кто где, убедиться в правоте моих слов. Продукция компании вся сертифицирована в соответствии с законодательством Некопрофессии Федерации СНД. Продукция компании Reflame никогда не тестировалась на животных. Сейчас время не только развития интернета, но еще и время развития такой социальной ответственности. То есть на животных – это очень жестокая вещь, которая до прихода в компанию, конечно же, я не знаю, просто об этом не задумалась. Сейчас я знаю, что это такое. Я с гордостью могу сказать, что компания-партнер, с которой я сотрудничаю, имеет высокую степень социальной ответственности. даже в этом. И в интернете открыты выкладки и список компаний, которые не пренебрегают от себя, которые используют вот эти вот тесты. И вы удивитесь, найдя там свои средства ежедневной вегиены в этом списке. К сожалению, этот список очень большой. Некоторые люди говорят, ага, они тестируют на животных, так на ком же они тестируют. Тестируют на людях, на добровольцах, и за эти деньги платят. Так что все нормально, никаких правонагушений, проблем здесь нет. Компания «Рифон» учредила совместно с королевой Швеции и Силии благотворительный фонд. В открытой выкладке, опять-таки, вся статистика по тем деньгам, которые приходят в этот фонд, куда они уходят. Политика компании очень прозрачная. Вы всегда можете это посмотреть. И далеко не каждая компания, которая на сегодняшний день рекламирует себя на рынке прямых продаж, предлагает себя в качестве партнера, далеко не каждая компания может похвастаться такой статистикой и таким отношением в целом. Компания «Рифлейм» – это легальный доход. Со своего дохода мы платим 6% по упрощенному системе налоговложения. С уровня директора вы открываете индивидуальное предпринимательство. Ничего страшного здесь абсолютно нет. Это большой плюс, потому что у вас идет и стаж, и пенсия. Если вы все-таки надеетесь на то, что пенсия государства в 10 тысяч рублей сыграет ключевую роль в вашей старости, в целом абсолютно все прозрачно, абсолютно все белое. Здесь вы были в сервисных центрах компании, наверняка обратили внимание, что даже стены и двери в сервисных центрах прозрачные. Для того, чтобы вы могли видеть, что происходит, я говорю еще раз о том, что у компании нет никаких секретов, все белое, никаких конвертиков, никаких кошельков, в обмайне и так далее. Еще одна причина, веская сотрудничество с этой компанией, что рефлейн в России занимает третье место по количеству нам доказов, то есть ВЖД и Аэрофлота. Как вы думаете, это хорошая статистика? Это есть плюс для сотрудничества с этой компанией? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто со мной согласен, минусики, кто не согласен. Это огромный объем, и далеко не каждая компания, конечно же, может подобраться к таким гигантам, к таким ступенечкам. Это еще один стегнет гордости, это еще один плюс, почему мы сотрудничаем именно с этой компанией. Конечно же, еще один большой плюс, что здесь вы свободны от областного рабства. Это открывает возможности заработка денег не только для тех, кто с утра до вечера ходил, привык ходить на работу. Это возможность зарабатывать мамочкам, сидим декретом, это возможность зарабатывать людям с ограниченными возможностями, это возможность реализовать себя всем с 14 лет, кто имеет паспорт, и до бесконечности. Здесь вы востребованы по жизни, здесь никто никогда не отправит вас на пенсию, и такие возможности, конечно же, как вы понимаете, наемный труд дать принципиально не может. Еще один для меня критерий, почему я именно в этой компании, потому что именно знакомство и сотрудничество партнерства с этой компанией дало мне возможность развиваться личностно, знакомиться с такими успешными людьми. Слева это Магнус Брэндстром, это генеральный директор Арифейн, это директор Ассоциации Примоктадаш, он был выбран на этот пост, и это не пустые слова. Это достаточно высокий, показатель высокого степени доверия к этому человеку, к его профессионализму. Здесь он поздравляет меня на банк, это директоров на сцене. Справа на фотографии, совсем справа, Джаспер Маркенсен, это директор по операциям, он работает в Швеции в головном офисе. Рядом с ним Эрик Бьотман, сейчас он руководит Арифейн Украина, и я горжусь знакомством с этими людьми. Как вы понимаете, одна работа по моей специальности никогда бы не дала мне возможность познакомиться с людьми такого масштаба. Слева на фотографии я удостоилась приема чести, быть приглашенной на прием в шведское посольство, и здесь я на фото с послом Швеции Вероникой Барк Брингелс. Это был шикарный прием, мы разговаривали на разные темы, она отлично говорит на русском языке, естественно, говорит на шведском, на английском, и также на многих других языках, она мама троих детей. Для меня это такой вот еще один пример того, что женщина – это не только мать, это не только дочь, это не только жена хорошая, но это еще и успешный человек, это еще и человек, который успешен в масштабах государства, потому что, как вы понимаете, женщина и посол – это очень-очень большая редкость. И справа на фотографии я с вице-президентом Марифлэн Ереми Хайликом. Мы совершенно по-постому общаемся. Обратите внимание, что все эти люди, несмотря на занимаемые посты, очень простые, с ними можно просто снять селфи, можно задать любые вопросы. Это еще один такой большой плюс, это еще один показатель того, что это европейская компания, отношение здесь к людям европейское. Ну и самый такой жирный, жирный, громадный плюс, почему я именно здесь, почему я сотрудничаю именно с этой компанией, потому что все, что я делаю в рамках проекта «Бизнес на раз, два, три» на юридической материально-технической базе «Ритэйн» принадлежит мне. Никто не имеет права у меня это отнять, и это «Бизнес – право передачи по наследству». Любые, все абсолютно родители, хотя для своих детей самое лучшее. Ни одно место, ни одно кресло на своей работе вы не зарезервируете для своих детей. Никто не знает, что будет завтра. Сейчас немножечко такая сложилась в стране, да и в целом в мире турбулентная ситуация, поэтому никто не знает, что будет завтра. Те люди, которые сегодня пришли в офис, они не уверены в том, что завтра они придут, и мне скажут спасибо, что вы здесь работали. В случае партнерства в нашем проекте вы можете быть уверены, что то время, которое вы инвестируете в развитие в нашем проекте, вы инвестируете не зря, потому что если вдруг вы заболели или что-то с вами случилось, это все останется вашим детям, вашей семье по наследству. Итак, что же нужно делать для того, чтобы развиваться в этом проекте, для того, чтобы получить все те вышеперечисленные блага, да, возможно, поймите, что, еще раз оговорюсь, я это рассказываю не для того, чтобы у вас сейчас вытекло 5 килограмм слим, это рассказываю, потому что это реально, это то, что получила я, это то, что можете получить вы в довольно короткие сроки. Почему говорю короткие? Потому что интернет, он стирает границы во времени, в пространстве и, по большому счету, в комфортных условиях, находясь дома с чашечкой кофе, вы можете делать этот бизнес своими руками каждый день. Для того, чтобы развиваться в этом бизнесе, необходимо соблюдать правила. Мы ссылку называем правилой 3П. 1П – это пользоваться качественной продукцией. Мы просто меняем свой привычный магазин на магазин Орифейн. Мне, наверное, не нужно вас убеждать в том, что продукция качественная. Наверное, я не буду рассказывать о том, что ни один магазин не несет ответственность за то, что он продает, потому что у меня производитель, он всего лишь продавец. Я не буду рассказывать о том, что в России от меня сертификации, то, что стоит на полочках, она просто может быть даже небезопасна. Я просто покажу такие картинки. В интернете полно роликов о контрфактной продукции. И не надо думать, что если показывают ролики, это там где-то далеко, это про кого-то, но не про меня. Никто не знает, когда может это коснуться тебя. Мне не все равно, что я наношу на себя, что я наношу на свою семью, на своих детей. И поэтому рекомендую обратить на это внимание. И, собственно, наверное, более чем исчерпывающие доводы я уже привела. Итак, мы меняем свой привычный магазин на магазин «Рефейн». Это не значит, что вам нужно сейчас все выбросить и пойти потратить 100 тысяч миллионов на то, чтобы купить все из «Рефейн». Просто когда что-то заканчивается, докупайте это из каталога. Второе «П» – это приглашать партнеров для развития своего бизнеса. Где мы ищем партнеров? Мы их ищем в социальных сетях. Как вы видели по статистике, огромное количество людей проводят свое время в социальных сетях, рассматривают уже фотографии, лайка, видео, просматривают ленту новостей, делясь какими-то материалами. Это для нас огромное подспорье, потому что это огромное количество людей, которые находятся онлайн, которые мы можем обратиться к своим предложениям. Как это делаем мы? Мы предлагаем им друзь. Мы впоследствии размещаем, предлагаем им возможность заработка через сеть интернет, легально, с частичной или полной заинтисью. И дальше, соответственно, уже человек соглашается рассмотреть ваше предложение. Чем мы пользуемся? Какими инструментами при приглашении? Мы пользуемся блогами, мы пользуемся сайтами, мы пользуемся шаблонами. Все это даст вам ваш спонсор, тот человек, который вас пригласил. Вы всегда можете обратиться, если не может, есть тот человек, который вас пригласил, он сам новичок, обратитесь к вашему менеджеру или к вашему стоящему директору. Он обязательно вам поможет и обязательно предоставит эти материалы. Ну и третий тип обязательный для развития здесь в нашем проекте – это просвещаться, обучаться, потому что если мы не будем обучаться, нам будет сложно освоить этот новый вид деятельности. Как вы видели в роликах до начала вебинара, что ни врачом, ни инженером, ни каким-то другим специалистом не становится за один месяц или за три месяца. Это новая профессия, которой нужно учиться, поэтому здесь работают те же самые законы. Черпайте знания, будьте голодны не до знаний, заходите на наш канал в YouTube, присоединяйтесь к нашему чату, присоединяйтесь к нашим закрытым группам, берите шаблоны у ваших спонсоров и в любое время дня и ночи трясите ваших спонсоров как груз, потому что они с удовольствием будут ждать ваших вопросов, на которые с удовольствием будут отвечать. Потому что, помните, нет вопросов в клубах, есть вопросы незаданные. Ну и соблюдая все эти три правила, у вас обязательно в скором времени будет большая команда, у вас обязательно будут большие чеки, у вас обязательно будут те возможности, которые, может быть, не было до участия в проекте. У вас обязательно будет чувство удовлетворенности, чувство радости, чувство, знаете, как свобода. Как сказал один человек, деньги – это отчеканенная свобода. И свобода – это не просто слова. На сегодняшний день это, ну, для меня, например, это слово, которое имеет огромное значение. И сейчас я понимаю смысл этого слова. Тогда, когда ты по-настоящему свободен, когда ты… Это не значит, что я не работаю, но я работаю тогда, когда я считаю для себя это нужно в рамках выстроенной, в том графике, который выстроила сама для себя. Это большой плюс. Я не работаю тогда, когда мне кто-то сказал работать, когда мне кто-то разрешил пойти на обед или уйти с работы. Я работаю тогда, когда это, ну, не знаю, мне в том, для меня удобном графике. Здесь вы можете выстраивать свой график. Это огромный плюс. Меня это мотивирует на еще большее достижение. Я себя чувствую здесь свободным, а когда ты свободен, тогда у тебя появляется возможность для креатива, тогда у тебя появляется энергия для достижения новых-новых целей. Ну, и, конечно же, помните, что делать деньги без рекламы может только монетный двор. Мы с вами не монетный двор, поэтому реклама – это, в общем-то, наше с вами основное занятие, приглашение, да, партнеров в наш проект. Поэтому, по большому счету, истины прописные. Это сказала не я, это кто-то сказал когда-то, это заработает не один десяток лет. И помните, что самый страшный враг – это само мнение. Из-за него мы теряем то, что могли бы получить, даже не попробовал. Моя мама очень сомневалась, подписывая контракт, регистрируя меня в компанию «Риквен», потому что по тем временам были такие правила, и необходимо было ее письменное согласие. И я очень рада тому, что она сделала правильный выбор, что она не послушала своих друзей и знакомых, которые говорили, что у нас отнимут квартиру, что нас обуют в плохом смысле, что очень все печально закончится. Я очень благодарна ей за поддержку у меня в этом проекте, и сейчас мы уже пожинаем плоды. Я очень благодарна тем людям, которые участвуют в этом проекте, директора и менеджеры, за то, что где-то вы помогали словами, где-то вы помогали опытом, где-то вы помогали своей поддержкой, какими-то даже простыми действиями, какими-то шутками, улыбками. Огромное вам спасибо всем, потому что если бы не вы, если бы не наша команда, на этом новый результат не был бы сейчас таким. Ну, может быть, он был бы другим или был бы таким через большее количество времени. Я очень рада тому, что я здесь. Я призываю вас долго не раздумывать, а уже присоединяться, если не присоединены, и действовать в нашем проекте. Это безопасно. Если вы сомневаетесь, в любой момент можете выйти из нашего проекта, но я рекомендую вам поменьше сомневаться и побольше делать, и тогда вы увидите результат. Помните, воду сначала качают, а потом пьют из колонки. Поэтому начните качать. Не откладывайте на завтра, послезавтра. Никто не знает, что будет завтра. Сегодня, сейчас. Начните, делайте, и все, оно получится, и все будет. Результат не заставит себя ждать. Я желаю вам удачи. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат. До скорых встреч. Всем развития. Увидимся на следующих вебинарах нашего проекта. С вами был Тайк Бизнес на 1, 2, 3. Пока.